Здравствуйте! Меня зовут священник Иоанн Тераутс, и это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». Часто очень мы с вами встречаемся с такой проблемой, как посторонние мысли во время молитвы, мы отвлекаемся на богослужениях, иногда, начиная длинную молитву, мы к концу ее не помним, с чего мы начали. К сожалению, очень многие христиане жалуются на эти проблемы. И сегодня мы с вами поговорим о как не отвлекаться во время богослужения, и достаточно ли просто выстаивания определенного времени на богослужении, или же нам необходимо действительно умом участвовать в его совершении. Для примера возьмем послание апостола Павла к Колосиным. В 3 главе, в 16 стихе, апостол говорит следующее. «Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Богослужение Православной Церкви, которое формировалось на протяжении многих и многих веков, сегодня представлено нам в виде очень разных стилей, очень разных гимнографических единиц, каждый из которых несет определенный смысл и является произведением поэтического творчества древних христианских писателей. Нужно отметить также, что некоторые сложные греческие формы, переданные в церковно-славянском языке с точностью подстрочного перевода, иногда делают их очень сложными для восприятия на слух. Но в любом случае очень важно уделять внимание не столько мотивам, не столько чувственной составляющей богослужения, сколько наполнению каждого прочитанного или пропетого гимна или псалма или стиха. Что нам нужно сделать, чтобы это стало частью нашей жизни? Во-первых, необходимо изучить само чинопоследование сегодняшнего богослужения. В отличие от первохристианских служб, сегодняшнее все-таки характеризуется некоторым понятным и прозрачным построением, более того, определенной схемой, которая позволяет изучить какие-то общие правила и впоследствии применять их для большинства богослужений. Более того, сегодня мы с вами имеем ряд приложений, программ, которые имеют возможность предоставить нам полный текст богослужения без изъянов, чтобы мы могли вместе с хором следить за тем, что там поется, или вместе с чтецом слушать то, что он читает. Почему это необходимо? Неужели нельзя просто молиться Иисусовой молитвой? Да, можно. Но наш с вами разум привык к определенным изменениям, привык к тому, чтобы динамично раскрывать для себя те или иные темы, рождать для нас новые вопросы, давать на них новые ответы. И вот православное богослужение чаще всего этим и занимается, потому что стихиры, тропари, каноны зачастую это толкование на тексты Священного Писания, либо же они осуществляют связь между текстами Священного Писания и тем же самым житием того или иного святого. Этому пример Ирмосы канона. Они как раз-таки осуществляют связь между текстом библейской песни Священного Писания и текстом последующего чтения канона. Дорогие друзья, я очень надеюсь и желаю всем зрителям портала «Экзегет», участникам этого портала, чтобы мы с вами смогли найти ту изюминку в богослужении, которая сделает его для нас максимально интересным и сделает его действительно актуальным в нашей современной жизни. Продолжение следует...